Привет, друзья из солнечной Австралии! У нас раскупили фактически все подержанные автомобили в ценовом диапазоне от 7,5 до 10 тысяч долларов. Какие машины можно купить за эти деньги в Австралии? Это и Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Lancer, это Kia Rio, это Hyundai Accent, это Ford Fiesta, Ford Focus, это Chevrolet Spark, Chevrolet Cruze, причем в Австралии эти машины продаются под бейджиком полдом, но мы-то знаем, где они собираются, в Южной Корее. Это даже и Fiat 500, это в принципе много можно перечислять, я специально сделал небольшую ставку, вы сами сможете посмотреть, какие машины продаются в Австралии, также самостоятельно выбрать, это крупнейший сайт в Австралии по продаже машин CarSales, причем эти автомобили будут 3-5 летние, с пробегом от 30 до 50 тысяч, многие из них, особенно корейцы, еще находятся на заводской гарантии. А если увеличить возраст автомобиля, так лет до 10, то можно купить и BMW, можно купить и Audi, можно купить фактически все машины, которые представлены на австралийском рынке. Также можно найти очень хорошие, но старенькие крузаки, патрули, поджерики, это самые надежные автомобили, на которых не страшно ездить где-то по Австралии, не то что современные ломкие паркетники. Почему такое получилось? Дело в том, что австралийское правительство, опасаясь сильнейшего падения экономики, стало выплачивать всем тем, кто либо потерял работу из-за коронавируса, либо у кого существенно снизился доход, стали выплачивать в размере 750 долларов в неделю. Но самое главное, самое главное, правительство разрешило выдергивать деньги со своего пенсионного накопления, своего супера, до 10 тысяч долларов, причем не уплачивая никаких налогов. Такая плюшка случается, ну я не знаю, может быть, всего лишь пару раз за столетие здесь на австралийце и этим воспользовались. И получилась интересная ситуация. С одной стороны, продавцы машин, которые боялись опала на рынке, стали продавать машины чуть ли не по себестоимости, а с другой стороны, потенциальные покупатели, на которых свалились вот такие вот замечательные денежные плюшки. И получилось так, что фактически за март, апрель, май, отчасти даже июнь, фактически все автомобили вот в этом ценовом диапазоне у автодилеров просто раскупили. Причем был самый лучший момент поменять свой какой-то старый автохлам на какую-то нормальную, более-менее машину. У нас на работе трое человек воспользовались вот такой вот ситуацией. Один купил, кстати, почти новую, почти новую, да, эту корову. Так что да, друзья, вот такие вот новости. В Австралии все совершенно наоборот, все совершенно не так. И вот, как видите, мы переживаем коронавирус. Причем интересно, напишите в комментариях, если вы приезжаете в Австралию, если вы собираетесь приехать в Австралию, какую машину хотели бы купить вы и сколько вы на это готовы потратить. Дело в том, что австралийский рынок, он очень сильно отличается от европейского рынка, не говоря уже об украинском рынке, других стран постсоветского пространства. Было бы очень интересно узнать, а может быть, я вам дал бы какой-нибудь полезный совет. Так что да, не стесняйтесь на ваши комментарии, не стесняйтесь на ваши лайки, конечно, подписывайтесь на канал. И спасибо вам огромное за просмотр. Всего вам самого наилучшего. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!